Микс Ньюс У нас в гостях автор Манюни И все, всем станет ясно Да, мне уже написали, кстати, в фейсбуке Завидуем-завидуем Идет Нарине А я вообще могу все завидовать Мы второй раз уже встречаемся за эти три дня Нарине, ну просто поездок я смотрю очень много Презентация книг, вообще творческие встречи Писать когда? Когда мы получим новую? Манюни мы не получим уже? Нет, не получим Когда нам ждать? Некогда действительно писать У меня вот есть определенные обязательства, договоренности Я все это сделаю И потом на некоторое время никуда ездить не буду Потому что действительно нужно работать Ты когда ездишь, встречаешься с читателями С одной стороны это тебя подпитывает Потому что ты получаешь эмоции прекрасные совершенно А с другой стороны ты теряешь творческую энергию И ты потом долго не можешь работать Ну в Риге вот предыдущие два дня подряд У вас состоялась презентация Ваша творческая встреча С читателями, причем как с русскоговорящими Ну и в первый день, так и с латышскоговорящими Ну расскажите, первый ли вы раз вообще у нас в столице И как впечатления от Риги? Можно сказать первый раз, потому что я была в Риге в 88-м году Проездом и толком город не смогла увидеть Фантастические совершенно ощущения от города Я люблю маленькие города Маленькие самодостаточные города Мне нравится, когда можно увидеть старые постройки Меня вообще просило, что в центре города можно увидеть деревянный дом Я ходила кругами, знаете, как ребенок Вокруг елки Хотелось потрогать, прислониться там плечом А кто-то у нас тут прислонился к синяке Да, это была я Вот, мне было очень хорошо Вчера мы как раз с моей подругой встретились Которая в Риге родилась И она меня водила по узким улочкам Мы поднимались на крыши И смотрели на город с того ракурса С которого, наверное, туристы не видят Мне было очень хорошо Ну, я люблю маленькие города, поэтому живу в Москве Да, где здесь логика у нас? Логики нет и не ждите Почему перебрались вообще в Москву? 23 года, да? Вы переехали, в принципе, после того, как закончили университет Перебрались в Москву Зачем? Потому что мама считала, что я должна уехать в Москву, чтобы чего-то добиться Тогда в Армении очень сложно было чего-то добиться Потому что страна была в состоянии войны Экономическая ситуация была ужасающая И я уехала в Москву вопреки своей воле Но я понимала, что мне не хватило смелости сказать маме Что, мам, я этого действительно не хочу Мама был такой Мама очень творческий человек А она не реализовалась И она очень хотела этой нашей реализации В общем, она была права Да, но вы переехали в Москву Пять лет проработали в гостинице «Интурист» Проработали в обменном пункте То есть интердевочки, валюта Все вот это все Все-все там Тут мама как бы не возражала Да, тут все в порядке Мама совершенно не сомневалась в нас Потому что у нас достаточно такое сильное стержень Можно сказать, непрошибаемое Поэтому она даже не сомневалась Что мы никаких глупостей вытворяясь не будем Но само окружение, ладно, вы глупости Но просто вот находясь Тут там чеченские бандиты Да, все было действительно И за этим было интересно, страшно И безумно увлекательно наблюдать Потому что те же интердевочки, которые видишь впервые И все же думают, что это какая-то фантастическая жизнь Красота, наряды, ухажеры и все такое Это тяжелейший ад И ты когда вот это наблюдаешь Из окошка крохотного обменника Конечно, у тебя на 180 градусов просто меняется представление о мире, о людях А страшно не было? Страшно было В какие моменты было? Это какие годы получаются? 1994-1998 год В какие моменты было страшно? Или наоборот, страшно и смешно одновременно? Страшно было, когда нас грабили Потому что грабили в мою смену Вы представляете, я села За мое рабочее место Повернулась, чтобы взять ведомость Повернулась обратно А на меня из-за окошка смотрит дуло пистолет То есть это было вооруженное ограбление? Вооруженное ограбление Нас действительно ограбили Это было очень страшно Смешно было, когда потом нас повезли на Петровку И мы должны были составить фотороботы Нас было 14 или 12 человек И на выходе получилось 12 или 14 совершенно взаимоисключающих фотороботов Они были в основном? Нет, они были в основном Да, и ни один фоторобот на другой похож Нашли потом, не знаете? Не нашли Ну как можно было найти, когда 12 разных человек При том, что их было двое всего Мы будем вас бросать по городам Вот из Москвы принесемся в Ригу Вы уже сказали о своих впечатлениях от города А что читатели, что люди? Вы наверняка ездите, вы сравниваете аудиторию Аудитория разная И это и ментально проявляется И может быть по вопросам, увлеченности Кто-то на вас смотрит с восторжением Кто-то более, знаете, такой, я не знаю, ленивый Кто-то на придыхании Что вы можете сказать о рижском читателе? Причем интересно, что оба дня были разных Да, может быть сравнить Есть какие-то у вас Вот то, что запомнилось? Мне очень везет на читателей Я боюсь глазить У меня ни разу не было такого Чтобы пришел человек, который хотел нахамить или задеть Поэтому везде мой читатель Он одинаково очень открыт Очень любезен Он улыбается Он обязательно хочет сказать Что-то какие-то добрые слова Какие-то пожелания Приносит какие-то маленькие поделки Это невероятно греет душу Девочка подарила мне брошь В форме пиона Такая красота невероятная Я уже примеряла ее всюду Здесь подарили вам? Да, здесь Особой разницы на самом деле я не заметила Но, естественно, ты когда приезжаешь в другую страну Понятно, другая культура, другой менталитет И стараешься немножечко, извините за слово, фильтровать шутки Потому что ты можешь пошутить А там это может быть нетактично или неприлично Поэтому я стараюсь выработать какую-то такую среднестатистическую темы для вас Есть истории, которые вы, например, рассказываете нам Но не расскажете, например, в Армении Есть истории, которые вы расскажете в Армении Не расскажете нам Нет, есть буквально все свои истории я расскажу в Армении Но в других странах я все это рассказывать не буду Просто потому, что есть какие-то национальные штучки Которые не поймут, будет не смешно и бессмысленно это рассказывать А свои очень любят над собой посмеяться Так что я могу им все что угодно рассказывать Берт стал такой мягкой российского туриста Читателя, который приезжает посмотреть Потому что для тех слушателей, которые, может быть, там не знают То есть Армении не раз упоминает в своих книгах городок Берт Можно назвать его городок? Или это большой город? Да, конечно, это городок Берт, приграничный город, в котором, в общем-то, и происходят все эти истории Турист приезжает, что он ищет? Может быть, у вас там памятник уже вам стоит? Ну, что вы Если памятник там поставить, я туда больше не приеду Потому что... Ну, и не поставят У нас очень специфический народ Он очень не любит, когда кого-то начинают восхвалять Лучше барана зарезать, да? Да, приезжают туристы Слава Богу, что их не много Слава Богу, что мы живем в таком отдаленном от цивилизации месте Что не каждый туда доберется Но действительно, туристы приезжают Недавно приезжали из Камчатки люди Чтобы вы понимали, какое огромное расстранение Через всю страну приехать в Ереван Здесь такси, приехать в Берт, чтобы просто посмотреть А от Еревана на Берда сколько? 300 километров Ну, это еще как-то вот из Камчатки, в Ереван Это вообще Это два канцелада Это два канцелада Да, чтобы побыть в Берде, представляете? Но как они вас там находят? Или они к родителям приходят? Они приезжают, чтобы посмотреть там дом, где жила Нарине И что-то там посмотреть А берцы уже эту фишку просекли И когда они видят каких-нибудь растерянных туристов Они ничего не спрашивают Они берут их за руку и говорят Так мы знаем вам, куда ей приводит к нам дом Мы знаем, что она едет Да, да, да Мы приимем звонок Доброе утро, мы вас слушаем Доброе утро Доброе 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 С кем разговариваем? А у меня... С... С Гретой Здравствуй, Грета Здравствуй А у меня таких два вопроса Когда будет следующая книга? И почему у меня так долго не было? Спасибо большое, Грета Прекрасный вопрос Которому я подписываюсь Когда? Мы же об этом говорили Грета, наверное, не слышала Мы говорили в начале Но все-таки на вопрос не ответили Нарина, а как пишется? Сейчас какой-то, может быть, уже есть какие-то... Ну, как бы... Уже какой-то черновик есть Ну, веселые проводы, может быть, будут Я боюсь, что Грета, скорее всего, интересовалась Про очередную манюню Я вот этого очень боюсь Потому что дети очень расстраиваются Когда я говорю Ребята, я уже все истории рассказала Мне уже нечего рассказывать Я действительно работаю сейчас И у меня несколько замыслов, проектов Очень хочется действительно написать Такую трагикомичную, смешную книжку О похоронах Простите, пожалуйста У нас будет парик градусов То есть мы... Вот если говорить о детской литературе, да То вы отошли от этого Если мне что-то еще напишется детское Я с радостью напишу Нарина, а как другие истории? Ну, хорошо, вот свои истории уже рассказывают Может быть, пора рассказать другие истории? Или придумывать Или придумывать Я придумываю, на самом деле Просто все очень любят манюню И первый самый такой популярный вопрос Когда будет четвертая манюня? И вы не представляете, как меняется выражение лица ребенка Когда я ему честно говорю, что четвертая манюня не будет Детство же заканчивается? Да, это как если лишить его новогоднего подарка И я себя каждый раз чувствую немножко приставником Но это интересно Потому что я читала о том, что пишут об этой книге И манюня называют документалисткой Которая открыла чудный мир Армении Даже, да Вы являетесь проводником туристов Как-то вы говорили о том, что у вас в городе так не принято Да, восхвалять человека Но это осталось незамеченным в Армении? Нет, это незамеченным, естественно, не осталось Это для меня большая честь и большая радость Если люди приезжают в Армению Другое дело, что у меня очень специфический городок И если я туда приезжаю, я уже взрослый человек Любой там пожилой человек Там бабушка, например, может меня остановить на улице И строго спросить, не звездюсь ли, если можно сказать я так В Москве не позорили Берт Веду ли я себя прилично? И я моментально превращаюсь в маленькую девочку И начинаю честно отвечать Ну что вы, ну что вы, я веду себя прилично Я не хамлю никому Я не позорю Берт То есть это вот Вы когда говорили о том, что дозволено говорить там В одних городах, не дозволено в других По крайней мере вы себя пытаетесь сдерживать Вы сказали, вот у нас я могу вот говорить об этом А вы когда говорите свои у нас Вы всегда себя идентифицируете с Арменией Или с Россией тоже? Я когда говорю у нас, я имею в виду в Армении В том плане, что я там действительно могу обо всем говорить И меня поймут, не поймут, пожурят, будут ругать или нет То в любом случае это будет тот разговор, который понятен всем В России своя историческая особенность, специфика Да, в Латвии другая, в другой стране третья У некоторых стран напряженное отношение Соответственно, нужно уметь какие-то темы обходить Если это неприятно людям это слышать На какие-то темы отвечать так, чтобы, по крайней мере, не задеть и тех, и других Я считаю, что творческие человека, особенно писатели Они должны стараться разводить То есть сводить мосты, а не разводить их И так развелись только мостов, что ужас и кошмар Поэтому, если есть возможность какие-то мосты свести Я стараюсь это делать Дарина, наденьте, пожалуйста, еще раз наушники Мы еще звонок примем Здравствуйте, мы вас слушаем У меня вопрос такой А когда у Манюни будет настоящий роман? Совершенно потрясающе нам звонить слушатели Да, это Грета, мы уже, это уже второй звонок И я растроганна и тронута Мне кажется, это замечательно Она ждет, пока она вырастет, чтобы прочитать ваш следующий роман Я так поняла, у Манюни, она спрашивает, когда будет роман Или нет? Ну, я не знаю Ну, хорошо, Нарина, давайте, вы посмотрите Манюни, вот, ребенок Манюни, он вырос, да И поэтому вы все истории рассказали Но жизнь ведь на этом не закончилась У Манюни был возраст подростка У Манюни была первая любовь У Манюни был сын, да У Манюни был и есть, да У Манюни было много чего Почему вот это не раз... То есть, почему Манюни не повзрослеет просто И это я вам, ну, я сейчас так откидываю просто Да, про инсторг Потому что этого не хотят герои Настоящие герои, живые люди Которые были не готовы к такой славе Которая на них действительно обрушилась И, естественно, каждая из них Не ассоциирует себя с книжным персонажем И для читателей смириться с тем Что тебе уже 48 лет, когда в книжке тебе всего 10 Очень сложно Это очень спешно наблюдать у детей Которые приходят на встречу с тобой И с разочарованием Да, боже мой, вы взрослая тетя Я говорю, да, я взрослая тетя Они думают, что они приходят к 10-летней Нарине И она будет им отвечать на вопросы А есть те, кто не читал книги А кому читали родители ваши книги? Есть такие дети? Есть такие дети, которых родители подсаживали своим смехом Я же, когда писала эту книжку, я не предполагала, что это будет детская книжка Я думала, ну, 12+, 14+, поэтому, когда некоторые родители стали мне возмущенно писать близкую сообщение Как вы могли в детской книжке употребить слово, например, климакс Я удивилась Я не предполагала, что это будет детская книжка А вот мой 6-летний ребенок читает И я не знаю, как на это реагировать Ну, в основном, дело в этом никак Потому что у меня дочке 10 лет, да То есть Манюня вышла, первая Манюня вышла, в принципе, уже какое-то время назад Сколько это прошло, наверное, лет 6 уже, наверное, 8 даже, наверное 8 лет, да, соответственно Да, я как раз школу оканчивала, да Да, ну, то есть это действительно Ну, я узнала, наверное, все-таки попозже Но когда я ее читала, я вот, правда, утирала слезы Я сидела и всхлипывала, потому что меня вообще близкие теряли Это мы уже там за эфиром сегодня выясняли Вот, и у меня, допустим, когда уже следующие книги пошли У меня была такая же реакция, поэтому у меня, например, дочка их читала И точно так же смеялась У меня не было там паники, что она прочитает за слово Ну, прочитала и прочитала Мало ли, что на заборе написано Можно где угодно, что угодно прочитать Но, поэтому, сколько я знаю, вы переделывали, да Немножко переписывали книгу Манюня Чуть-чуть исправляя, поправляя, кое-какие словички выбрасывая Было такое, да? Да, было такое Это самоцензура, что это? Это не самоцензура, это выражение, которое принято было в наше время, в наше детство Когда эти человека ругали, я очень извиняюсь, что об этом говорю Могли сказать, ты что, совсем дурак или ты что, совсем даун? Не подозревая, что этим задевают кого-то И я хотела сохранить именно то, как говорилось тогда Но мне стали писать мамы детей с синдромом Дауна И я поняла, что некоторую документалистику нужно убирать Потому что, в общем, мы не задумывались об этом Мы взрослые, они просто говорили А это задевает определенных людей И поэтому я все эти выражения убрала А мы действительно сделали манюню для детей Иллюстрированную там пять первых глав Они детские, а оттуда вот убрали мы слово, извиняюсь, жопа Маму возмущали Да Слово жопа прекрасно С него не надо извинять Смотрите, три тонны ниже обе причем, да? С рамки шепотом А тем более вы писали в одной из публикаций, что она у вас чугунная Чугунная действительно, у писателей должна она быть чугунной По-другому книжки не пишут Вот этот путь в писательство Не раз, на самом деле, вы, конечно, уже рассказывали Я вообще, кстати, с искренним восхищением думаю Как можно одну и ту же историю рассказывать всегда с большим восторгом А у нас, да, у нас сейчас будет перерыв на новости А после этого мы вернемся и узнаем, как же вы вернулись обратно в писательство Все самое интересное, да, звоните нам 672 12 939 672 13 939 У нас сегодня в гостях писательница Нарине Абгарян Доброе утро, любимая Английский чай Ахмат Хорошее начало Удачного дня Здравствуйте, я в студии Юлия Михайловская По окончании нынешнего срока полномочия директора латвийского агентства инвестиций и развития Андриса Узлуса На эту должность будет организован конкурс Соответственно, не будет продлен договор с многолетним руководителем учреждения Узлуса Сообщила накануне передача Лантезинис Министерство экономики оценивает должностных лиц нескольких, находящихся в его подчинении учреждении И первая оценка была дана Узлусу Как сообщил в передаче министр экономики Ральф Намира Узлус может быть полезен для работы другого госучреждения Министерство обороны заказало боеприпасы для противотанкового оружия Карл Густав на 4 миллиона евро Соглашение с предприятием СААП «Динамик» о поставках сроком на 7 лет Латвии, Литве и Эстонии заключено в 2018 году Противотанковый гранатомет Карл Густав обеспечивает как противотанковую, так и противопехотную оборону Не широко используется в странах НАТО Уже третий день в лесах Кандовы продолжается опасный пожар О чем нам подтвердили в службе леса Насколько опасный, что традиционные методы тушения невозможно применить С места пожара окраина Курлянского котла Именно там во время войны находились склады боеприпасов Теперь все то, что за послевоенные годы еще не рассыпалось Взрывается в огне Большие снаряды и маленькие патроны Юлия Михайловская, служба информации, радио Болтком Политическая реклама Русский Союз Латвии Вместе с Европейским Свободным Альянсом 45 партий народов Евросоюза Мы строим Европу справедливости и равных прав для всех людей, всех народов, всех языков Право на образование на родном языке, достойный статус для каждого народа Европы Зависит от вашего голоса на выборах Европарламента За наш язык, за русские школы, за наших детей Русский Союз Латвии Список номер один Первый список Реклама оплачена Русским Союзом Латвии Встречай лето вместе с ЮСК С 21 мая по 3 июня На все занавески скидки от 30% На все комплекты садовой мебели с низкими столами Скидки от 25 до 40% Жизнь и сон по-скандинавски Покупайте и на юск.лв Не знаю, каков ваш выбор и куда вы направляетесь Могу ответить только за себя Я за город, потому что тут все Я за город, потому что там еще больше Определяйся с ТЦ Моторс и покупай Субару Форестер со скидкой 5000 евро Полный привод, коробка-автомат Три года гарантии и бесплатного обслуживания входят в стандартную комплектацию Запомни, Форестер со скидкой 5000 евро В ТЦ Моторс Субару Краста или на ВВВ ТЦ М.ЛВ Открой для себя смех Открой для себя драму Открой для себя восторг Открой день кино в Акрополе Скидка 50% на билеты в самый современный кинотеатр Латвии Аполло Кино Только 22 мая Лучшие фильмы за полцены Подробнее на Акрополе Рига ЛВ Мы с возрастом своим всю жизнь ведем сражения И тем чудеснее твое преображение В секретах красоты дойти до самой сути Быстрее нет у вас пути, чем Арт оф Бьюти Медицинский центр эстетической косметологии Арт оф Бьюти Новейшее косметологическое оборудование Инновационные методы омоложения лица и коррекции тела Антониас 12 Телефон 28 668 338 Ты уже пишешь? Ядрит Мадрит Сегодня счастливая среда via sms.lv Именно сегодня для всех повторных 30-дневных займов от 300 до 3000 евро Скидка на комиссионную плату целых 50% 50% А если ты являешься новым клиентом То первый 30-дневный заем до 3000 евро без комиссионной платы Присоединяйся via sms.lv Занимай ответственно, оценив свои возможности вернуть заем Утро на Болткоме Мы продолжаем наше утро на Болткоме с писателем Нарине Абгарян Мы начали говорить в том числе О писательстве О писательстве о книжках И такой вопрос, на сколько языков передены ваши книжки? На 11 или на 12 А как это происходит, как вы выбираете переводчика? Потому что вы же сами лингвист Да И это извечный вопрос, кого мы читаем? Мы читаем переводчика или мы читаем автора? Есть у вас какие-то критерии? Я, к сожалению, не могу выбирать переводчика на чешском, на латышском Потому что я этих языков не знаю Тут уже доверие издательству Потому что издатель, он тоже, ведь он издает книжку, чтобы ее покупали Он, естественно, заинтересован в том, чтобы перевод был хороший И это, конечно, большое счастье, когда у тебя хороший переводчик Потому что половина дела – это перевод И мне очень повезло с латышским переводчиком Я, когда была в Украине, я увидела, как люди хвалят перевод украинский У них была возможность прочитать русскую книжку и потом прочитать украинскую И это, конечно, было для меня Действительно, это большой подарок, когда тебе повезло с переводчиком Но такой вопрос Все-таки вы очень много пишете о таких национальных особенностях Народных особенностях Какие-то такие фишечки, которые, на самом деле, многие люди других культур просто не знают Насколько, допустим, даже Манюня читалась на чешском, например, языке Или на каких-то других языках Вот эти вот реалии Как они считывались с аудиторией? Ну, если у переводчика какие-то возникают вопросы Он, естественно, тебе пишет и у тебя уточняет А можно ли как-нибудь это поменять, потому что у нас непонятно То есть вы все время в коммуникации с переводчиком Вот тем, кто работает над вашей книгой Да, потому что на какие-то вопросы может отвечать только автор Мне кажется, Манюня – это такая восточноевропейская история Я подозреваю, что во Франции, наверное, ее не очень поймут Потому что дефицит и прочее, и прочее Вот то, чего они не знали, мы очень хорошо знаем Поэтому на чешский Манюня не переводилась Но она переводилась на болгарский И там ее полюбили И очень адекватно и воспринималась в эту реальность Вот где жарко, там и понимают Вот так нужно говорить Потому что там очень жарко Это все-таки юмор Ну, с другой стороны, в Латвии Хотя сейчас в Латвии тоже жарко Ну, вот переговорились, да Ну, это вы нам привезли Сейчас потом 5 дождик и пойдут Ну, ничего Ну, мы как выяснили Потом следующий пункт назначения – это Эстония В Эстонии как раз сейчас придет плохая погода Наконец-то мы будем в выигрышном положении Мы немножко всегда соперничаем Но вот этот путь в писательство Он тоже был достаточно долгим Он был непростым Через бизнес, да Через бухгалтерию Через неудачный бизнес Да, через неудачный бизнес Как, ну, может быть, просто для тех слушателей Которые не знают, да Хотя бы вот там в нескольких словах Но лучше смешно и в красках Ну, это действительно так Потому что я преподаватель в общем русского языка и литературы Но в школе я никогда не работала Я приехала в Москву, я работала в обменном пункте Я пыталась заниматься бизнесом Слава богу, что я потерпела неудачу И ушла навсегда из бизнеса Потом я переучилась на бухгалтера Поверьте, никакие хищи Я была самым тупым бухгалтером Москвы Это была профессия, которой мы не были созданы друг для друга Поэтому, когда я от какой-то нереализованности творческой и профессиональной Я завела себе блог и стала вешать Там истории с моего детства Когда ко мне обратился издатель и предложил издать книжку Я, честно говоря, не очень уверила, что кому оно нужно будет Думала я Это прямо так и происходило Вы писали, писали в ЖЖ, да? И тут появляется человек и говорит Здравствуйте, я продюсер Вы такие точно продюсер, да? Да, здравствуйте, я редактор издательства АСТ Давайте мы все-таки попытаемся вашу книжку издать Я тогда не знала Я не предполагала, что у меня книжка полюбится Какой первый сраж был? Три тысячи экземпляров Они разлетелись Они разлетели И его напечатывали Да, и допечатывали Мне через три недели позвонил совершенно удивленный издатель Он этого не ожидал Но Рене говорит Знаете, вот тираж разошелся, будем допечатывать Вот тогда я поняла, что это уже ответственность До этого это были хихонькие, хахонькие Вот мы как раз говорим о Манюне Но помимо Манюни есть очень сильные книги Глубокие, трагичные Это «С неба упали три яблока» Зулали Я правильное ударение уже ставлю Вы можете ставить ударение Где-то, все понятно Где вам нравится Разрешила, хорошо И «Дальше жить» То есть это книги о людях, о судьбах, о войне, о трагических судьбах Я, честно говоря, книгу «Дальше жить» читала Я ее дочитала просто потому, что искренне люблю то, что вы делаете Но мне было безумно тяжело Потому что ты ее воспринимаешь уже не только с точки зрения как детища автора Но это все-таки, я как мама ее читаю И там очень много трагических историй Во-первых, почему вот такое резкое переключение? А во-вторых, вот из этих книг Веселых, забавных про Манюню И таких немножко трагично лиричных Как та же Зуали Или там «С неба упали три яблока» Вам лично, самой, какая нравится больше? Я понимаю, это все как дети Да, они нравятся все Но какая-то, может быть, более легко получилась Или, может быть, наоборот, требовала очень большого труда А вышла вот такая прям идеальная Легче всего писать было Манюню Потому что, видимо, очень много было у меня времени, силы, энергии И мне было очень весело вспоминать И, может, я даже немножко лечилась тем, что возвращалась в детство Писали и смеялись? Писала и смеялась Это, наверное, очень идиотски выглядит Когда человек работает в тексте И сам смеется над своими шутками Но это действительно было так Сам посмеялся, да? Да, да, да А потом уже мне очень хотелось написать о войне Я не представляла, как это сложно И какие будут последствия Я хотела написать, потому что я наблюдаю людей после войны И, поверьте, вот этот поствоенный синдром Он катастрофическая штука Он делает чудовищные вещи с людьми Мы наивно полагаем, что если война сегодня кончилась То завтра ее уже нет Ничего подобного Это травма на несколько поколений И не факт, что, допустим, травма Второй мировой войны Уже выветрилась из людей тех стран Где вот происходило все это К чему я это рассказываю? Что есть смешные книжки Есть невероятно грустные книжки Труднее всего мне далась книга о войне И я зареклась о войне писать Дальше жить Да, дальше жить Я писать о войне больше не буду Наоборот, хочется написать смешное Какое-то, может, трагикомичное Потому что мне нравится, когда людям хорошо Когда они читают книжку и утешаются Мне кажется, сегодня такие времена Что если есть у тебя возможность утешить То и утешай Да, Рене, я так понимаю, что вы следите за политической повесткой дня в Армении Потому что я посмотрела ваш фейсбук Вы обращались к, цитата, не вашему премьеру страны Потом вы написали публикацию о новоизбранном премьере от оппозиции То есть вас это заботит? Конечно, заботит Вы все время смотрите за тем, что происходит в Армении Это только Армении или это, в принципе, где бы вы ни находились? Это и Россия касается? Я интересуюсь политической ситуацией в мире Потому что как бы мы ни старались сделать вид, что земля большая И какие-то проблемы нас не касаются Это на самом деле не так Если стреляют где-то, отколосок обязательно добирается и до твоей страны Хочешь того или нет Но я считаю, что высказываться о политической ситуации Я могу только о своей родине То есть у меня некая такая осторожность Я боюсь говорить о тех же событиях в Латвии Или о тех же событиях в России Просто потому, что мне в любой момент могут сказать Это не твое дело Но вы гражданин Армении Я гражданин Армении Поэтому у меня есть четкая позиция по политике в Армении Я всегда считала, что олигополе это плохо Плутократия это плохо И много чего прочего там происходило И нужно меняться к лучшему А вам никто не говорит, знаете, очень легко рассуждать Уехавший, находясь где-то там далеко в Москве И вот так вот пальцами показывать, что не так Писать такие публикации, собирать там комментарии жителей Может быть к чему-то их переориентировать Хотя они живут там и сталкиваются с теми реалиями Говорят, скорее всего, чаще всего Этот такой аргумент употребляют люди Которые защищают старую власть Мне всегда смешно, потому что я достаточно много делаю для Армении И я считаю, что человек имеет право высказывать В свое время и мнение независимо от того, где он живет У меня там живут мои родственники И достаточно они просто живут Поэтому если у меня есть возможность помогать, я буду помогать Если у меня есть возможность говорить, я буду говорить И я считаю, что это долг каждого гражданина Ну, мне кажется, небезызвестный факт То, что в Москве работает очень много армян Да, вы наверняка с ними сталкиваетесь Ну, я предсмею предположить, в обычной жизни сталкиваетесь с ними Они вас узнают А может быть у вас вообще там какая-то уже сложилась Ну, такая, да, община, где вы действительно там знаете Друг другу помогаете Или такого нет сейчас? В Москве большая армянская община Но у меня нет большого, у меня нет контакта с ними Не потому, что они не хотят А потому, что я не хочу Я интроверт Я не люблю вот всякие тусовки Всякие мероприятия Я стараюсь минимизировать мое общение с людьми Незнакомыми тем более Да Тут уже дело не в том, что он русский, армянин или татарин Не имеет значения Просто мне некомфортно находиться в среде, где много незнакомых людей Я потом очень долго от этого отхожу Поэтому у меня маленький круг общения У меня близкие люди И мне достаточно это Вот случайные встречи такие происходят, допустим, вас узнают Особенно ваши сайты ученики Что кричат, что говорят Узнают И не только соотечественники узнают Как-то очень все мило Есть люди, которые подходят и говорят Можно вас обнять Я говорю, можно, конечно Можно вас так потрогать Можно с вами сфотографироваться Спасибо вам большое Все очень вежливо, по-доброму очень Никакой экспрессии, никакого насилия, слава богу То есть нет такого, что идет армянин навстречу вы И он такой, о, на Рене И начинает, пойдем барана Один или два раза за все это время было Чтобы такой был очень армянский такой вот реакция Да, реакция Пойдемте, я там что-то приготовлю, мы покушаем Она родила, когда приезжает Вот вы даже говорили на встрече, что все, сразу Заходишь во двор, сразу там режут барана Да, вот в Армении несколько другое Там более открытые люди И могут запросто И ты еще не поздоровался, а он уже там режет барана Это да Или там ставит кофе И там, конечно, сложнее А как родители Как родители восприняли тот факт, что вы стали писателем? Как это вообще произошло? То есть мама, я была бухгалтером, а теперь, смотри, вышла моя книга Или как это происходит? То есть они ведь, наверное, не ожидали такого поворота событий? Не ожидали, никто не ожидал Мне кажется, папа как-то осознал Мне кажется, вы сами не ожидали Я тоже не ожидала, тем более я Потому что я же ничего не делала для того, чтобы стать писателем Я просто, я бы никуда не отправила свои эти рассказы Никогда бы, да Папа, мне кажется, последние два года только до него дошло, что у него дочь писатель Он очень возгордился мной Прямо гордиться мной, но неимоверно Я когда Берт приезжаю, мы когда с ним выходим погулять Он всем меня представляет Я говорю, папа, успокойся уже Ну хорош уже, это моя дочь писатель Вот это тоже такая наивная гордость родительская Ну невозможно там Или мы как-то выехали на природу Там пастух был древний такой С маленьким стадом коров И папа, и даже ему Вот моя дочь, она писатель Я говорю, папа Да он, наверное, в жизни ни одной книги не прочитал Ничего страшного, зато мне приятно Зато ты знаешь, что моя дочь писатель Да Родители приезжают к вам, не хотят переехать? Ну переехать, наверное, нет Нет, не хотят А приезжают в гости? Ну сейчас, так как уже возраст у них такой Что перелет дается с большим трудом Давление, сердце и прочее Я бы, конечно, радовалась, если бы они чаще приезжали Последний раз они были два года назад В Москве это были совершенно прекрасные дни И они когда уехали, у меня прямо в сердце Осталась дыра прямо размером в них Поэтому очень сложно с ними расставаться Ну, они у меня прекрасные Спасибо большое, потому что благодаря им я и состоялась Давайте мы примем еще звонок Доброе утро Здравствуйте, я сестра Греты, она ушла в школу очень расстроенная Чем? Потому что она очень хотела узнать А у нее там звонок сорвался Я за нее задам вопрос Книги Манюни для нас были чем-то особенным очень Мы всегда каждый вечер Вот с моего детства Я его каждый вечер сказку слушала на ночь Когда мы узнали, что есть такая книга Манюни Мне ее подарили, а потом мы узнали, что есть такая аудиокнига Каждый просто вечер мы засыпали под нее И такие вот эти душевные рассказы про детство И все такое Нам всегда было интересно Узнать, как раньше жили И вот сейчас вот эти три книги есть И хочется какую-то еще, может быть, книгу И вот Грета хочет узнать, будет ли следующая книга Про Манюню, да, хотела Грета узнать? Будет ли следующая книга про Манюню? Но мы на самом деле ответили уже Вот уже Наринэ ответила на этот вопрос Не зря Грета расстроилась Да, что рассказы пока закончились Но мы уже подкинули идеи Наринэ, что может быть Может быть, Манюня немножко повзрослеет Может быть, с ней, чем утешить Вы, пожалуйста, передайте Грете большой привет Она нам всем очень понравилась И обнимите ее от меня Спасибо большое Вы такая замечательная сестра Она ушла в школу, а вы все-таки дозвонились Это очень трогательно, когда тебя читают Когда тебя хвалят Спасибо вам большое Вы не представляете, как это поддерживает автора Я постараюсь какую-нибудь смешную книжку написать для Греты Мы еще звонок примем Здравствуйте Алло Доброе утро Алло, да, добрый день Я на телевидении звоню на передачу Это правильно попал? У меня ТВЦ Радиоболтком Я смотрю передачу по телевидению ТВЦ Передали номер телефона Вот Я думаю, вы, наверное, ошиблись Да, вы ошиблись Вы звонили в эфир, но не на телевидении, а на радио Вот дети часто с такими вопросами к вам пристают? Прямо каждый раз чувство вины Потому что тебе приходится отвечать за оправдываться Ну, невозможно постоянно писать об одном и том же Это дальше будет обман и насилие над собой И это читатель почувствует Поэтому пусть будут три книжки И если вам смешно, хорошо от них То это большое счастье для автора Наверное, у вас очень большая семья, да? У вас у родителей сколько? Пять детей Пять детей, да? Четыре девочки, один дугожданный мальчик Мальчик, да Вот жить в такой большой семье Делить все с сестрами Все время делать что-то с оглядкой Потому что зазевался, уже кусок-то забрали Самый вкусный, да? Вот чему вас это научило? Какие, может быть, не даже какие-то уроки, да? Какие, может быть, качества вас это воспитало? Ну, это большое испытание, конечно, жить в семье, где много детей Потому что жизнь меняется на 180 градусов буквально каждую минуту Только что тебя убивали, теперь тебя любят Теперь, значит, у тебя отобрали любимую, я не знаю, книжку И снова идет война, не на жизнь, а на смерть А теперь все мирно сидят и смотрят там мультики по телевизору Это просто какой-то фейерверк всяких ощущений Я была старшим ребенком Естественно, у меня чувство ответственности это с детства Потому что мне постоянно говорят, ты старшая, ты должна подавать пример У меня брат, я старший был на 13 лет Он даже иногда меня мама не называл, потому что я помогала маме с ним Это большая семья, это большое счастье А не было вот ощущение, что когда вы помогаете маме, например, да? Что вот ваше личное детство, да? И юность, она как бы немножко заканчивается Потому что на вас возлагаются очень взрослые обязанности То есть готовить, убирать, присматривать за детьми Это все-таки большая ответственность Не было, потому что я в этом выросла Я и не представляла, что может быть как-то по-другому Сейчас, когда я наблюдаю за своим сыном У него свой ноут, и никто у него этот ноут не отбирает Это, конечно, для меня, я говорю, ты не представляешь, как тебе повезло Давайте приучите его к своему реальностью Он может съесть все, что он хочет, не надо ни с кем делиться Да, и никто у него изо рта выковыривать вот этот последний кусок торта не будет Современные дети не знают этого счастья просто Ну а вы очень поддерживаете, да, отношения с сестрами, с братом? И причем, как я читала, вся семья разъехалась Водители остались в Армении, а вас буквально раскидало Мы с братом живем в Москве, Карина уехала в Америку А две другие сестры, она и Сонечка, живут в Ереване Так что у нас действительно практически по всему миру А Карина еще и байкер Она и пока не купила мотоцикл, она покупать будет Я боюсь сглазить, она потрясающий водитель Вообще любого мужика за поезд заткнет А вы с ней катались? Каталась, да, и она среди нас действительно самая отчаянная И самый такой шумахер-шумахер Не в плане скорости, а в плане мастерства вождения У нас заканчивается время эфира У нас осталось буквально там пару минут Марина, может быть, уже вот такой подзанавес, да? Пожелаете просто, наверное, что-то нашим читателям Потому что ваши книги говорят сами за себя Они говорят за вас, они говорят вашим голосом У нас будет, по крайней мере, хороший день Да сегодня дождь, давайте мы это исправим Грозовые ливни Грозовые ливни у нас Я понаблюдала за тем, как латыши страдают от погоды такой Пусть у вас будет всегда такая погода, от которой вам будет комфортно А детям, которые расстраиваются, что не будет продолжение Манюни Есть много замечательных книг Вот откройте для себя Марию Парр Есть такая норвежская писательница, которая пишет удивительные книжки Почитайте Грета, почитай, пожалуйста Она тебе очень понравится и она тебя утешит Мир большой, писателей много читайте и будет вам счастье На Рене у нас не звездный гость, но не звездицу На Рене Абгарян была у нас в гостях Это утро провели с вами Евгения Шафрановна, Калена Борисова и Нажевы Коррежиссеры Геннадий